В мае вступил в силу новый закон об охране памятников старины. Изменения затронули и такую интересную область, как археология. О подробности мы сегодня обсудим с советником по археологическим находкам Департамента охраны памятников старины Марии Смирновой. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вы нам даже принесли несколько находок, которые были обнаружены в Эстонии. Но перейдем к ним чуть позже. От начала расскажите, насколько часто вообще в Эстонии что-то находится. Ну, археологии у нас много везде. И благодаря тому, что у нас много любителей металлопоиска, то когда сезон, то есть весной, когда еще полевые культуры не посеяны, и когда зелени мало, или осенью, когда уже все, урожай собран, тогда, в принципе, нам дают знать каждый день о находках более-менее. То есть сейчас, можно сказать, горячий сезон? Ну, сейчас он уже проходит. Ну, в принципе, да, сейчас... Так, давайте посмотрим, что вы нам принесли. Да, это можно трогать руками без белых перчаток. Это что я держу? Это кистень. Кистень. То есть это то, что вешалось на веревочку, и били человека по голове. Да, да. Орудие. Орудие, да. 12-13 век. Где обнаружено было? Ведавирума. Очень уникальная вещь. Такое... Из чего она сделана? Из какого-то металла. Не знаю, что это, бронза, наверное. Ну, вот смотрите, а вот это то, что я держу в руках, судя по всему, либо молоток, либо топор? Это топор. Топор, да? Да. Но это явно не металл. Да, это камень, это... То есть с металлоискателем такое не обнаружишь? Нет. Ну, всё-таки металлоискатели иногда их обнаруживают. И это очень, как бы, объект, который имеет огромную культурную ценность, потому что ему примерно 4 или 5 тысяч лет. Вот этому топору? Да. Ничего себе. Какие ценные находки. Да я прям прикоснулся к древности сейчас. Да, я вот тоже прикоснусь, только её... Это что, штык, копьё, что это? Это наконечник копья. Его недавно, как раз, на прошлой неделе, по-моему, передали нам. И тоже конец железного века, то есть, ну, примерно 900 лет, может быть, тысяча. Ничего себе. Представляешь, какую ценность я держу? Вот так вот. А давайте поговорим о тех людях, которые занимаются поисками. Ну, мы их назвали в анонсе археологами-любителями. Вы нас по-профессиональному, так сказать, поправили. Что археолог-любитель говорит неправильно, это примерно как хирург-любитель. Да. То есть, их всё-таки правильно называть как? Поисковики? Ну, поисковики или же любители металлопоиска. Угу. Или, ну... Что за разрешение нужно получать людям, которые хотят заниматься поиском, и что конкретно изменилось с новым законом? Скажем так, что много не изменилось. Разрешение они должны были иметь раньше. И дело в том, что археология — это такая... Скажем так, это история, наша общая история, да? Были много тысяч поколений, которые жили тут до нашего времени, до нас. И надеюсь, что и после нас тоже будут всякие разные поколения. И это материальная культура. То есть, всё, что они оставили, — это единственные следы о том, как они жили. И историю пишут именно на основе этих находок часто. И поэтому очень важно, как бы, эту информацию сохранять и анализировать. И эти люди, которые получают разрешение, они прошли специальный курс, они знают, как именно обознать археологическую находку и культурную ценность. И как сделать так, чтобы этот контекст и вся эта важная информация не была бы потеряна. А что за курс? Что это за обучение? Вот уточню. Длительное оно? Оно не очень длительное. Сколько оно длится? Ну, по-моему, три, ну, дней шесть. Это по-разному. Или четыре дня, я не знаю. И там именно этих людей учат опознавать археологические ценности, разные их виды, как поступать, когда ты разные вещи находишь. Кроме этого, там еще более практические, ну, такие темы, как обознать, например, взрывные устройства, которые могут быть спрятаны в земле. И как сделать так, чтобы они не взорвались. Не сработали. Ну, вот здесь мы видим и монеты, и ювелирные украшения. И я, кстати, часто вижу летом на пляжах, после того, как народ уходит с пляжа, выходят действительно люди с металлоискателями. И я так понимаю, что ищут-то они на самом деле, ну, какие-то потерянные украшения, может быть, какие-то монетки, деньги. Если такой человек, не имея никакого разрешения, случайно вместо евро нашел какую-то археологическую древность и принесет ее вам, что он должен знать об этом, скажем, выплатит ли ему вознаграждение, вероятно, его это тоже будет интересовать. Да, ну, вернемся к тому, что даже на пляже, на самом деле, по новому закону надо иметь разрешение, поскольку археологию можно найти на пляже у нас, например, на Чуцком. Очень много всяких новых информации о том, что всякие затонувшие поселки, именно информацию мы получаем от поисковиков-любителей. То есть можно сказать, что если у человека есть этот металлоискатель, он в любом случае должен получить от вас разрешение? Ну, не совсем. Если человек хочет, например, у себя во дворе искать, тогда ему разрешение, в принципе, не нужно, если, конечно, у него во дворе не памятник, который охраняется государством. А если я случайно что-то откопал в земле, ну, я не знаю, вот какой-нибудь вот такой предмет, что-то из того, что вы принесли, ну, посмотрел сюда, ну, старая какая-то ржавая штука, и понятия не имею, что она представляет какую-то археологическую ценность. Мне всё-таки никакую ответственность нести не придётся, за то, что я небрежно с ней обошёлся. В принципе, по-новому закону присваивать археологические находки нельзя. А я не знал, что это археологические. Ну да, но это... Если вам, например, кто-то продаст какую-то старинную фибулу, тогда вы должны всё-таки убедиться, что это как бы не выкопили нелегально из какого-то могильника, да? Ну, если вы нечаянно нашли какую-то вещь, вы не знаете, что это такое, но вы подозреваете, что это может быть всё-таки культурная ценность или археологическая находка, тогда было бы очень хорошо, если бы вы во всяком случае дали нам знать. Потому что это именно очень важная информация, потому что такая маленькая обгорелая ржавая вещь может говорить о том, что вы нашли старый могильник с трупосажениями, которому более тысячи лет. В общем, обращайтесь в департамент охраны памятников старины. У нас сегодня была в гостях специалист этого ведомства Мария Смирнова. Спасибо вам. Спасибо.